привет привет всем кто в конце тяжелого возможно трудного рабочего дня согласился уделить время и помнит что иногда по средам я провожу изучение библии по пророку исаи очень надеюсь что не застал вас врасплох них не неудачно какое-то время давайте если вы хотите присоединяйтесь пожалуйста прочитаем сегодня всего одну главу она не очень длинная не очень большая в пророке исаи 45 глава очень очень интересная тема надеюсь что те кто останутся и посмотрит до конца услышат некоторые важные моменты будем учиться из истории и 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 отстоят по времени на 100, на 200 и больше, более лет вперед. И если бы не исторические свидетельства современников, и если бы не старые свитки, которые обнаруживают то и дело и относятся ко времени очень давнему, то можно было бы предположить, что эти пророческие книги были записаны после происходивших событий. Сегодня мы касаемся удивительной главы, она уникальна в какой-то степени, потому что речь пойдет о Кире II великом персидском царе, который жил в седьмом, в конце, получается, в начале шестого века и дальше, где-то в 593 году до Рождества Христова родился, около того. И о нем существуют самые разные истории, и на самом деле после него самого, о его личной жизни, о нем самом довольно много противоречивой информации и не так много осталось про него, вот в чем дело. Но царь Кир-Персидский, великий царь Кир-Второй его еще называют, сделал очень особенную вещь. И за это потомки Авраама, Исаака и Якова, Израиль, вспоминают его до сих пор, вспоминают добрым словом. Удивительно, то, что он сделал, фактически послужило в дальнейшем его потомкам, его династии. И я буду говорить об этом чуть более подробно. И я очень надеюсь, что история этого царя Персии, который фактически прожил не очень длинную жизнь, и его царствование было немногим менее 30 лет, примерно с 559 до 530 года до Рождества Христова. Но при этом он удивительным образом появляется на страницах Библии задолго до своего рождения. Итак, 45 глава Исаии. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Кир – это имя, которое на древних языках звучало как Куруш или Куреш. И удивительно то, что Исаия называет имя этого царя Персии за 200 лет до того события, которое Бог опишет. За 200 лет. Ну, одно дело, допустим, когда Бог предсказывает ассирийское нашествие через Исаию, потом предсказывает через Исаию пророка за 100 лет. Тот страшный день, 9 ава 586 года, Дожищества Христова, когда был разрушен Иерусалим и первый храм. И большая часть знатных, виднейших евреев были убиты или уведены в Вавилонский плен на 70 лет. Одно дело, когда вот таким образом описывается будущее событие за 100 лет. Довольно-таки в больших подробностях, но эта история с Киром Персидским царем уникальна, потому что на момент, когда Бог называет его имя через пророка Исаию и говорит о том, что он будет сделан, этот человек еще не родился. До его рождения еще 150 лет. Это уникальная особенность Священного Писания и открывает реальность и всезнание Бога о каждом человеке, как будут тебя звать. И в 138-м псалме мы читаем, если этот псалм не псалдавит, то там написано, что «Еще когда я не родился, я был сотком в очреве матери моей, и я был формируем тобою также в очреве матери, и очи твои видели меня, мои кости, мои мышцы, кожу, и не было еще меня, значит, еще не родился, а ты уже видел все мои дни». И вот эта вот удивительная реальность того, что Бог видит заранее, жизнь каждого из нас и жизни нашей последний день, и так же видит. До того, как случился еще первый день, задолго до того, как еще родители этого Кира, персидского царя, родились, прожили свою жизнь, что-то сделали. Способность Бога находиться и говорить в любой точке времени пространства временного континуума, и не только находиться, оказываться в этих гуще событий, вмешиваться в человеческую историю, направлять ее. И возникает вопрос о избрании Божьем, о предопределении и так далее. Возникнет вопрос о том, что имел ли избранный помазание, как его Бог здесь называет, свободу выбора, коль Бог заранее предсказывает то, что он сделает, не является ли это каким-то небесным божественным диктатом. Мы также прочитаем небольшой отрывок из 9 главы послания к римлянам апостола Павла, где говорится о том, что при поверхностном прочтении казалось бы, свободы выбора у человека нет. Но посмотрите на обратную сторону, потому что ответственность, которую Бог возлагает на человека, она невозможна без свободы выбора. И если вы до сих пор придерживаетесь, например, учения Августина Блаженного или возрожденное через тысячу лет учение, которое получило название Кальвинизм, если вы считаете, что есть избрание к спасению и к вечной смерти, или к аду преисподнему, как хотите, называйте, то если, соответственно, Бог все предопределил и предназначил всему быть, тогда получается, что Богу было угодно, чтобы Адам согрешил. Тогда очень странно выглядит запрет Божий приближаться, брать руки и вкушать запретный плод, если Бог предопределил Адаму согрешать. То есть, если все предопределено. Но удивительно, что Бог заранее, допустим, зная о том, как будет себя вести первый царь Израиля, Саул, что будет происходить во время его жизни, это все, в общем-то, выглядит очень странно, если не было бы свободы выбора, если бы Бог заранее предопределил отвергнуть Саула, царя, почему тогда Бог предлагает ему послушание, благословение и продолжение династии на царском престоле. Я верю в то, что Бог, будучи Богом, не может не знать того, что будет. Он, естественно, знает сердце человека и все, что он совершит. Но я также верю в то, что у каждого из нас есть свобода выбрать, есть свобода последовать за Христом, за Богом, быть послушными Ему, и есть свобода отречься, есть свобода сказать Богу «нет». И также в отношении Кира, царя персидского, избрания Кира на особую миссию ничего-то очень великого и значимого, что он совершит, что коснется, и почему это вообще в Божьем Слове оказалось, почему это в Библии вообще история записана. Потому что то, что сделал Кир Персидский, сделает это фактически, произведет очень большие перемены и послужит к удивительным событиям в жизни народа Израиля, которые перечеркнут всякую логику в истории народов. Напомню вам, что в предыдущих главах Бог предсказывает и о сирийском нашествии, и вавилонский плен. На 70 лет в Вавилон будут уведены иудеи с юга Израиля. И удивительным образом в книге пророка Даниила мы читаем о том, как был фактически окончен плен евреев в Вавилоне удивительным событием, когда Вавилон был осажден и потомок Навуходоносора по имени Валтасар, узнав, что город осажден персами большой армии, он устроил пир, будучи уверен в том, что Вавилон никогда не будет взят, потому что он окружен не одной, а двумя или даже тремя крепостными стенами со всякими рвами и препятствиями. Город снабжался водой постоянно, не нуждался и имел огромные запасы продовольствия, так что он мог годами находиться в осаде и таким образом мог переждать любое, любую осаду, любое нападение любого царя. Мы будем читать некоторые подробности. И вот в тот день, именно когда Вавилоносор устроил пир, в тот день, в ту ночь, вернее, город пал и перешел в руки медиан и персов. Вот, ну что, еще раз первый стих, чуть-чуть прочитаем еще. Итак, Господь говорит помазаннику своему Киру, и запомните, пожалуйста, очень интересную вещь. Помазанниками в Библии называются только цари. Только цари. И пасторы, служители и так далее, они не являются помазанниками. Вот, тем христианам я говорю, которые считают помазанниками своих пасторей и служителей. В Библии помазанниками называются только цари. Итак, помазаннику своему Киру, то есть говоря о том, что это царь, я держу тебя за правую руку, и помазанник на иврите это мессия, Машеах, то есть в данном случае он является помазанником Божьим, выполняющим особую функцию, особую, очень важную миссию. Я держу тебя за правую руку. В переводе на русский язык я поддерживаю или я направляю твою правую руку, что фактически означает то, что Бог будет руководить жизнью этого человека и царя. Чтобы покорить тебе народа и сниму пояса с чресла царей. То есть, что это значит, что портки спадут с поясов царей, когда они будут находиться под угрозой нападения или осады, этого великого царя, которого направляет сам Бог. Чтобы покорить тебе народа и сниму пояса с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду перед тобой и гору уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. Вот здесь остановиться нужно и сказать, что Кир славится в истории как талантливый полководец, руководитель и очень изобретательный человек. И когда войска персидского царя окружили древний, великий, неприступный город Вавилон, который был построен великим Новохадоносором и устроен был всячески со всех сторон. Слабым местом любого города являются ворота. И при этом удивительно, что город Вавилон славился своими гигантскими воротами, здоровенными просто. И те ворота, которые там были привезены в Берлин, например, перевезены вавилонские древние ворота Иштар. Это одни из ворот, поражающие своим величием, красотой, украшениями и материалами, из которых они сделаны. Так вот, удивительно, что произошло при взятии города, при осаде и взятии города Вавилона персами. Они перенаправили реку Ифрат и перенаправили русло реки в сторону болот неподалеку от Вавилона. Таким образом, уровень потока реки упал и обнажился вход под воротами, а ворота находились получается в реке, и река закрывалась тоже воротами. И вот именно через по руслу реки под этими воротами прошли войска, вошли внутрь и предстали преследующей стеной. Удивительным образом ворота следующие, вторая крепостная стена окружная, оказались открытыми. Сторожа то ли спали, то ли что. В общем, так получилось, что персы подошли к открытым воротам, что вообще в принципе было нереально. и фактически исполнилось то, что говорит пророк Исаия здесь, в первых стихах, «Я отворю для тебя двери, и ворота не будут затворяться. Гору ровняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». То есть произошло невероятное, неслыханное, когда практически без боя в тишине зашли персы и медяне в город Вавилон ночью, и в общем-то ни криков, ни каких-то там стычек на улицах Вавилона не было, и жители города очень в течение нескольких часов даже не знали, что город был взят, и что потомок Новходоносора Валтасар низвержен, и что теперь город уже совсем не вавилонская столица, не столица империи величайшей в истории на тот момент. Вот. Почему это важно? Потому что во время пира Валтасара вот в эту ночь вы помните Валтасар приказал будучи нетрезв приказал принести сосуды золотые и серебряные, которые он его отец Худоносор принес из Иерусалимского храма, и они стали пить из этих кубков сосудов и славить богов всяких языческих своих вавилонских, и за это, из-за осквернения священных сосудов Иерусалимского храма появилась кисть отдельно от руки человеческая, и начала писать на стене письмена на непонятном языке, что никто не мог расшифровать, стуковать, прочитать даже. И тут вспомнили, что есть такой мудрец, который при на выходном сны всякие истолковывал, и привели уже престарелого, старенького, старенького, дряхленького Даниила, предцаря, пророка и чиновника вавилонского еврейского происхождения, вот, привели его, и он ему пообещал, Волтасар, что вот я тебе, значит, дам награды, всякие почести, золотую цепь и всякие другие почести, я тебе воздам за то, что ты истолкуешь мне эту надпись и прочитаешь ее. Волтасар отказывается, Волтасар, в смысле, Даниил отказывается, у него также было прозвище давным иммунукнатором Волтасар, был тезком, можно сказать, по бавилонскому имени этому нынешнему царю, и он сказал, нет, не надо мне этого всего, потому что царство твое от тебя будет забрано, и он прочитал эту надпись, сказал, ты взвешен, найден легким. И вот, собственно говоря, в этот момент произошло взятие Вавилона, очень интересные подробности, и далее, собственно, ну, если изучать историю Персии вообще, то мы знаем, что Кир, будучи персом, он потом поднял восстание против медян, против второй половины своей империи, и покорил их своей волей, и с того момента это уже не было не персо-медийская или медо-персидская империя, а чисто персидская, потому что он взял верх в этом конфликте. Итак, Господь обещает, что Вавилон падет. Это для евреев означало одновременно падение их пленителей, и если вы читали книгу, например, Неемии, в частности, вы видите там, что он был веночерпием царя персидского, и получив известие из Иерусалима о том, что он пребывает в разрухе, он оказался очень грустным перед царем, и царь его спрашивает, почему ты грустный, что случилось, Неемии попытался отнекиваться, потому что это было непозволительно быть с унылым видом перед лицом царя, за это даже могли и казнить, и он сказал, вот пришло известие из города моих отцов, что там могилы разорены в запустении, и Божий дом стоит, и стены разрушены, то есть Божий дом стоит в разрухе, вот, и этот царь, которого Неемии был веночерпием, он проникается состраданием, и поскольку любил своего слугу, еврея, Неемию, вот, и говорит, а что тебе нужно для того, чтобы тебе помочь, заканчивается все тем, что Неемия получает полномочия, письма, которые дают ему возможность проходить через все границы по всей территории Персидской империи, идти совершенно беспрепятственно, ему Персидский царь дает и денег, и охрану, и материалы, и работников, и так далее, вот, для того, чтобы восстановить город и храм. И известны четыре указа о восстановлении храма и восстановлении стен Иерусалима. И от четвертого указа, это одна из таких самых, наверное, устойчивых версий событий, вот, и от четвертого указа идет отсчет того самого времени, когда через 69 помноженное на 7 лет, то есть, через 483 года от этого указа в Иерусалим торжественно въедет Мессия Христос. Вот, такая вот интересная завязка. и царь персидский, он, при всем том, что он так благоволил к еврейскому народу и послужил чрезвычайно много и сильно к восстановлению Иерусалима и храма, возвращению евреев назад, восстановлению фактически еврейского народа, вот таким образом как-то привилегированно он отнесся к еврейскому народу, отпустил их назад к себе домой, что просто было неслыханным тоже делом для всех плененных народов, то есть какая-то особая, сугубая честь, избрание, благословение, Божья рука, иначе, иначе не скажешь, что вообще противоречит всякой логике истории, то есть еврейский народ должен был погибнуть и исчезнуть, потому что северная часть Израиля была ассирийцем и вьена в Ниневе, оттуда 10 колен израильских целиком уже и полностью не вернулись, да настолько жестоко они там были подавляемы и уничтожаемы, что не вернувшись даже назад к себе домой, уже редко кто мог вспомнить, кто из какого колена, а тут колену Иудину, которое было уведено в Вавилон, потом было освобождено персидским царем и мало того освобождено еще и город, был восстановлен на средства Персии, на средства государственной казны по благоволению, по приказу персидского царя, это вообще ломает всякие стереотипы и представления, потому что это языческий царь, который по всему тому, что мы знаем о нем, он не обратился в иудаизм, да, он уважал Бога евреев, так Бог ему положил на сердце помочь и благословить еврейский народ, вот, это очень уникальное событие, которое сейчас евреи в Израиле практически, ну, я имею в виду сионистскую часть Израиля, которые ратуют за государственность, за восстановление Израиля во всей полноте, на всей его территории, вот, и они видят особые параллели в настоящее время с тем, что происходило тогда, в шестом веке, до Рождества Христова, когда царь Персидский восстанавливал за счет своего государства Иерусалим и храм в нем, вот, и усматривают то, что сейчас происходит, например, с перенесением столицы Израиля в Иерусалим, с тем, что Америка, президент Трамп делает то, что многие американские президенты обещали делать, но не делали в отношении Израиля, вот, и даже выпустили специальную памятную монету Пол Сикля, Пол Шекеля, в которой изображены два профиля, один профиль на заднем плане это профиль царя Кира Персидского и на переднем плане профиль Дональда Трампа, потому что в понимании сионистов и некоторой части религиозных евреев в Израиле Трамп является как бы что ли, продолжателем дела Кира Персидского, который послужил к восстановлению страны, государства и города, столицы Израиля, Иерусалима. Вот. Ну, что, читаем дальше, смотрим. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Бог обещает, что Израилю через царя Персидского достанется там определенная часть богатств, а царю Персидскому Господь откроет все двери и сокрушит абсолютно все государства, стоящие на его пути. И если я начну перечислять те страны, которые подчинились, покорились и не смогли противостоять, начиная с Вавилона царю Персидскому Керу, то, наверное, перечисление займет достаточно долгое время. То есть он действительно был тем самым завоевателем, перед которым даже великий Вавилон не смог устоять, сам бог открыл его двери. То есть во всем этом свидетельствовалась Божья рука, в отличие, например, от ассирийских завоеваний. Вот. Ради Якова раба моего и Израиля избран моего я назвал тебя по имени Вот. Это единственный царь в истории античной, которого Бог называет по имени за 200 лет до того события, которое он описывает. Ради Израиля Господь говорит я тебя назвал ты и почтил тебя, хотя ты не знал меня. Вот это вот Божье избрание, благоволение основано исключительно из Божьего желания благословить его народ. То есть Господь берет языческого царя для того, чтобы благословить свой народ и полагает на сердце этого языческого царя желание сделать то-то, то-то, то-то. И вот эта цепочка событий просто невероятная. И причина в этих событиях как раз в том, что Бог ради своего народа делает какие-то очень необычные вещи. Хотя этот человек, хотя называется Богом его рабом, не является последователем Бога, он не является никаким священником, он никогда в глаза Божье Слово не видел, не читал, это его навряд ли даже интересовало, но тем не менее Бог совершает свою чудесную святую волю через этого человека ради Израиля. «Я Господь и нет иного, нет Бога кроме меня, я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь и нет иного». Бог еще раз и еще раз в 40 главах этот лейтмотив, я вам говорил, уже повторяется эта тема, что Бог единственный и другого нет, не было и не будет никогда его изменить или заменить нельзя, невозможно. Господь говорит, через мои великие дела люди должны узнать от востока до запада по всему лицу земли, что нет кроме меня, я Господь и нет много. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия, я Господь делаю все это». Ну, смотрите, когда Моисей спорит с Богом на горе Синае у горячего куста еще до того, как он пошел в Египет, спорит о том, чтобы ему не идти. И когда Моисей исчерпал все свои аргументы, чтобы ему не идти в Египет, потому что он боялся, он тем самым прибег к последнему аргументу, сказав, «Господи, выбери какого-нибудь другого человека. Я не речист, я заикаюсь, я был таким заикой вчера и третьего дня, пошли другого человека». И Бог там написано разгневался на Месея и сказал, «Не я ли Господь, не я ли делаю слепым или зрячим или глухим?» В христианстве современном, в нынешнем, есть люди, которые утверждают, что Бог делает только добро в нашем понимании, в нашем понимании зло, это то, что нам неприятно, да? То есть, Бог не будет делать человеку неприятно. Ну, достаточно вспомнить ночную борьбу Якова с Богом, когда некто, этот вот, да, неизвестный Якову, видя, что Яков не сдается, не хочет коряться, помните, что этот некто взял и повредил, коснулся, повредил состава бедра Якова, так что Яков упал, обессилев, и схватился за этого некоего, да, с кем боролся, и умолял его не оставлять его, пока не благословит, не уходить никуда. Вот, то есть, Бог покалечил Якова, можно сказать, на всю оставшуюся жизнь, впоследствии его благословив потомством, и дав ему и землю в наследие, вот, его потомкам, подтвердив свой завет, который он давал ему, его прадеду, деду Аврааму и отцу его Исааку, вот, то есть, мы видим в Писании, что Господь, на самом деле, даже за определенные бедствия, за войны, берет на себя ответственность. К примеру, мы видим в книге Откровения множество казней, множество страданий, которые приходят в жизнь непокорного человечества с небес, то есть, это зло, как бы, в нашем понимании, в человеческом, оно приходит с неба от Бога. Писание конкретно там говорит, что, в общем-то, люди, страдающие в этот момент, в это время великой скорби в книге Откровения, эти люди, они начинают хулить Бога, зная при этом, что Бог имеет власть над этими язвами, то есть, это в Божьих, все в Божьих руках, в Божьей власти. Вот. Теперь еще один момент, шестая глава Бытия, когда Бог, видя, что человечество крайне развратилось и всякая мысль в сердце человека во всякое время было зло написано, Бог пожалел, что он создал человека и решил уничтожить человечество потопом, но сохранил человечеству жизнь в лице семьи из восьми человек. Это был Ной, его жена и их сыновья с женами. Вот. Тоже смерть, в общем-то, катастрофа вселенских масштабов и гибель всего человечества и всего живого на земле. Это все было Божьим делом. Поэтому не надо, наверное, все-таки рисовать Бога себе, как это удобно. Бог есть Бог, а мы нет, как говорится. Мы не Бог. И он творец, он же и судья, и поскольку он творец и хозяин всей жизни, он останавливает правила, он дает закон, он дает заповеди, при этом все, имея всю власть судить любого человека, когда ему, и как ему заблагорассудится, при этом он решает спасти человечество, послав сына своего воплоти на землю, чтобы умереть от рук грешников, для того, чтобы в итоге воскреснуть из мертвых ему и через воскресение из мертвых даровать спасение всем, кто поверит в него. Это очень сильно уравновешивает ее любовь, благодать, желание спасти грешников, не дать им погибнуть, не просто на земле погибнуть, а в вечности погибнуть. Не хочет он дать никому. Вот эта вот любовь его в равной степени уравновешивает его святость, праведность и справедливость. По справедливости должны умереть все, потому что все согрешили, абсолютно все согрешили. Даже те, кто отрицают существование Бога и вообще релевантность Христа, его учения на сегодняшний день, они согласятся, что да, есть определенные законы, может быть, моральные, какие-то еще, невещественные вещи, да, некоторые абстрактные вещи, которые, тем не менее, диктуют и определяют наши ценности, и нужно, наверное, согласиться с тем, что рано или поздно мы нарушаем какие-то определенные моральные устои в своей жизни. Мы крадем, мы врем, мы прелюбодействуем, мы желаем чужого и так далее. То есть, мы нарушаем какие-то постулаты или постановления некого кодекса общечеловеческих ценностей. Мы все согрешили, мы все прекрасно понимаем, что мы несовершенные люди, мы смертные люди, мы совершаем ошибки, падаем и так далее. Поэтому, когда Господь здесь говорит, что я, Господь, не тунула, и что я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия, я, Господь, делаю все это. И он так поставляет это на показ. Он не рисует красивую картинку, которая была бы соблажнительной для человека. Он констатирует факты, он говорит о том, каков он, и не приукрашивает это нисколько. Он говорит, что я Бог святой, я вот хочу, будет мир, хочу, допущу войну, и я все это могу сделать, я, Господь. То есть, человек, который приходит к выводам о том, что он смертен и что он несовершен и что он очень слаб, он видит мощь Бога и власть его как над миром, так и над бедствием, как над светом, так и над тьмой. Что человек сделает? Что вы сделаете? Я выбрал в своей жизни, зная, узнав о том, каков Бог, отдать ему свою жизнь, потому что он моей жизнью распорядится лучше, чем я это сделаю. И пускай распоряжение моей собственной жизни будет выглядеть, может быть, безумием в какой-то один момент времени, но если посмотреть на мою жизнь в более долгой перспективе, да, это было очень хорошим свидетельством для моего покойного отца, который думал, что моя жизнь пойдет под откос, как только я приду ко Христу в 94-м году. Но при этом он в последствии, в течение многих лет, последующих, моего христианства, он убедился в том, что Богу было не угодно мою жизнь разрушать, и вера в Бога, наоборот, созидала мою жизнь, мою семью, помогала мне во всем и так далее. И это на самом деле его в какой-то степени убедило, так что он был согласен даже и молиться, и покаяться прямо за месяц практически до своей кончины. Вот. То есть, вот есть знание о Боге, и Бог говорит откровенно, без всяких обменяков или лукавства, он говорит, он не рисует какую-то картину, которая была приятна нашим глазам, он говорит, вот такой я есть, я творец, и я с тебя спрошу, потому что я тебе дал жизнь, ты не сам себе дал жизнь. Определения жизни вообще даже нет ни у кого, наука не дает определения, никакая, ни лингвистика, ни точно наука, нет определения жизни нигде. Есть описание ее, есть ее проявление, но определения жизни нет. Но определения жизни есть в Писании, что Бог есть жизнь, он источник жизни. И наука, она стремится избегать этих вещей. Так Бог говорит, вот я жизнь, я даятель жизни, я творец жизни, и если ты хочешь жить, и сделай, сделай тогда меня источником своей жизни, не только здесь на Земле, а еще и в вечности. И Бог таков, что надо, поскольку Он Творец, играть по Его правилам, и тогда будет благословение, все будет хорошо. Люди, пока они сильны, пока они имеют планы на будущее и о смерти не задумываются, о том, что они вообще смертны, не задумываются или задумываются редко, им, конечно, на ум это не приходит, но наступают моменты и обстоятельства жизни, когда об этом приходится задумываться, и очень хорошо, если вы в этот момент, в этих обстоятельствах вспомните о Боге, который сделался человеком, умер на кресте и воскрес из мертвых за вас, осудив своего собственного сына, Бог оправдал нас. Вот, это очень важно. Итак, крапите небеса свыше, и облака да проливают правду, или праведность, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда, или праведность, я, Господь, творю это. То есть, замысел Бога какой? Чтобы все было хорошо, чтобы все было безоблачно, чтобы мы ходили с Ним, общались, радовались, растили детей, созидали, не разрушали, чтобы никто не болел и не умирал, чтобы мы никого и ничего не теряли. Но, к сожалению, этому всему мешает гордыне человечества и наша непокорность, которая мешает осуществлению Божьих замыслов в нашей жизни. И Бог говорит, что мои замыслы о вас только добро, только добро. Но человек сам, конечно, на себя свои непокорности навлекает многие бедствия. И Господь говорит, да, вот таков закон, есть причинно-следственные связи, что посеет человек, то он и пожнет. Горе тому, кто припирается с создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Даже если вы там занимались каким-то гончарным делом или рисованием, или каким-либо искусством, и вы поняли, что это не ваше, но создали вы какое-нибудь уродство, руками своими нарисовали, какую-нибудь ахинею, или написали, что там петь не умеете, слуха нет, но я не знаю, да, в чем-то вы себя пробовали, у вас это не получается, но при этом бедная бумага все стерпела, да, там краски вы извили, или там глину что-то вон там испортили, но то, что вы испортили, это вот, скажем так, не очень приглядное что-то, что вы там пытались изобразить, оно вам не скажет ничего. Что ты натворил, правда? То есть такая картина, которая подразумевает, что творение рук человеческих, оно не кричит в ответ человеку, что ты вообще делаешь, да, ты еще не знаешь, у тебя что, рук нет? И вот об этом говорит, кстати, глава 9 послания кремлина, в 20 стихе, Павел рассуждает о судьбах Израиля, о предызбрании и так далее, и вот сейчас открою 9 главу пророка, ой, пророка апостола Павла, 9 глава, и вот 19 стих, ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Ну, в этом как раз вопросе и абсурд, и парадокс, потому что человек имеет свободу противостоять Божьей воле, и, в общем-то, из-за этого все проблемы. При этом статус человека в конечном итоге не позволяет ему вести противостояние с Богом вечно, он человек смертен, вот, не может противостоять Богу вечности, это просто нереально. И, ну, по статусу, по свободе своем, пока на земле живет, он, конечно, Богу противостоит, припирается, спорит, не соглашается, свободен, пока не умрет. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие? Скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого? И Исаия говорит, горе тому человеку, который вот так себя ведет, то припирается со своим создателем. И, может быть, в данный момент этого проклятия и не чувствуется, да, на жизни человека, который спорит со своим создателем, но человек из земли пришел, в землю возвращается. Смертность на земле у нас стопроцентная. Поэтому Господь говорит, что вот из земли взят, в землю ты вернешься, из персти в персть. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Ну, мы все так или иначе проходили через какие-то, наверное, крайности подросткового возраста, полового созревания. Рано или поздно подобные вещи из наших уст звучали. Слава Богу, что он милостивый, и это вот проклятие о том, что горе, кто там своим родителям так говорит, оно до конца не исполняется. Но на самом деле непочтение к родителям порождает остальные грехи. И если вы читали заповеди, 10 заповедей, да, то первые 4 заповеди, они говорят об отношениях Бога с человеком, человека с Богом. А пятая заповедь, это первая заповедь, в которой звучит обещание за исполнение. Написано, что почитается твоя воли мать и мать твою для того, чтобы продлились или умножились те дни в той земле, которые твои, твои дни, в той земле, в которой Бог дает тебе. А кто злословит отца или мать, тот смертью, да, умрет. Это вот пятая заповедь. И уже после пятой заповеди будет «Не убей, не прелюбодействуй, не укради, не злжесвидетельствуй, не пожелай ничего, что у ближнего твоего». Вот. То есть, вторая половина заповеди начинается с взаимоотношений с родителями. Это архиважные отношения, потому что это первое отношение в нашей жизни вообще. И Бог особенным образом говорит о них и говорит, что родителей нужно уважать, даже если они состарились, и ты уже взрослый. Но я с этим сталкиваюсь, в общем-то, с таким вот отношением уважительным. В основном, конечно, сейчас все деградирует даже в самых консервативных обществах, в частности, где-нибудь в Центральной Азии, да, там до сих пор встают, пропускают старших, уважительно там, и все еще сильная эта культура. Но в нашей прозападной культуре, когда мы смотрим в рот всему приходящему с Запада, мы, к сожалению, утрачиваем это вот традиционное уважение к пожилому человеку, к старшим, мы к своим родителям, даже ближайшим, родившим нас, вырастившим нас, проявляем крайнее неуважение, к сожалению, и в этом нужно раскаиваться, потому что через это не приходят остальные благословения в нашу жизнь. Родителей нужно любить, их нужно уважать, вот даже независимо от того, как они могут там себя вести по отношению к вам, за них нужно молиться, нужно делать им добро, и нужно действительно их уважать. К сожалению, наше общество деградирует и в этом в первую очередь страдают семейные отношения. Господь здесь говорит, это очень давно сказано, да? Так говорит Господь Святой Израилев, создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Мы, да, бывает, Богу начинают что-то советовать в молитвах, как ему поступить. Я создал землю, сотворил на ней человека, я, мои руки распростерли небеса и всему воинству их, то есть звездам, их дал закон Я. Я воздвиг его в праведности и уравняю все пути его. И он говорит здесь о Кире, царе Персидском опять. Я воздвиг его в праведность, уравняю все пути его, он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Славов. Ни один еврей не заплатил ни одному Персу за свободу, потому что таким образом Кир Персидский отпускал евреев назад к себе в родную землю, в землю отцов обещанных, обещанную Аврааму, Исааку и Якову. Без всяких денег, просто потому что ему захотелось, Бог так распорядился и Бог такое желание Киру Персидскому положил на сердце. Это очень-очень-очень-очень интересно. Как так бывает, да? Не за выкуп и не за дары, и никаких оброков на них не наложил, просто отпустил, благословил, дал денег, охрану, письма, все дал. Так говорит Господь, «Труды египтян и торговли эфиопов и совейцы и люди-рослые к тебе перейдут и будут твоими». То есть он отдает послушание Киру Персидскому все на тот момент известные цивилизации. «Они последуют за тобой, в цепях придут и повернутся перед тобой и будут умолять тебя, говоря «У тебя только Бог и нет иного Бога». То есть Бог становится тем, кто стоит прямо за Киром Персидским и руководит его действиями. Так что, смотря на Киру, люди видят Божью работу. «Истинно, ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель». Да, у меня есть такая любимая поговорка, что если хочешь что-то спрятать, положи на самом видном месте. Вот просто люди будут упираться до последнего и призовут Иисуса в своей жизни согласятся с Его словом только когда наступят крайние обстоятельства, когда ничто больше не будет помогать. Ну и тогда Бог будет милость и даже в крайних обстоятельствах, Он протянет руку и поможет. Бог наш такой, Бог сокровенный, то есть скрытый, вроде как, да, спрятанный, на самом деле видный через творение вокруг нас, через Его любовь. Бог Израилев, Спаситель. «Все они будут постыжены и посрамлены вместе с ними со стыдом, пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, он образовал ее для жительства. Я Господь и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли, не говорил я племени Якова напрасно ищите меня. Я Господь изрекающий правду, открывающий истину. Тут сразу очень много всего, отдельные проповеди можно строить по каждому стиху. Только одну вещь скажу, что Бог обещает вечное спасение своему народу Израилю. Это не фигура речи, это конкретно потомки Авраама Исаака Якова. И Бог еще раз и еще раз и еще раз говорит одну и ту же мысль, что он будет верен всем своим обещаниям. И даже если какое-то поколение евреев нарушило завет, нарушило закон, нарушило заповеди, Бог их детей, их внуков, правнуков помилует не потому, что они иногда даже могут и покаяться или не покаяться, но потому, что обещал Аврааму, потому, что обещал Исааку и Якову и потому, что Бог есть Бог и Он исполняет свое слово. Даже если нет тех людей, которые могли бы уже в живых, которые могли бы притескать, Бог, а ты помнишь, что я обещал? Бог не надо напоминать, Он помнит прекрасно о том, что Он обещал. И поэтому, основываясь на самом себе, на своей верности, Он исполняет обещанное. Дальше, и вторая мысль в 18 стихе. Бог, создатель земли, утвердивший, создавший, сотворивший, образовавший ее, и Он сотворил ее не напрасно. То есть, то, что мы называем творением и землей, и вселенной, является плодом сознательного, разумного замысла и осуществления этого замысла. И Господь говорит, что Он создал землю не в результате какого-то стечения обстоятельств, случайных каких-то там, да, эволюционных процессов. Он создал намеренно для того, чтобы населить землю жизнью. Люди там в науке пытаются найти жизнь еще на других планетах. Мы какие-то там легенды и мифы слышим про какие-то там другие планеты, где возможна жизнь, но пока никаких обстоятельных доказательств действительно вещественных мы не получили существования жизни где-либо помимо земли. Ну просто вот так. Да, это факт. На сегодняшний день в 21 веке. Не тайно я говорил, не в темном месте земли, то есть Бог не прятался от людей. Не говорил я племени яков напрасно ищите меня и Господь изрекающий правду и открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Бога, который не спасает. Рисунок, такая картинка получается очень смешная, потому что люди носят и переносят с места на место какие-то там допустим статуи своих богов и богов своих отцов, предков. Все это сделано из каких-то материалов подручных, даже из самых драгоценных металлов, пускай, добытых из-под земли. Господь говорит, вот вы сейчас этих богов носите, потому что они сами ходить не умеют, и вы этим же потом статуям начинаете молиться. То есть это театр абсурда, можно сказать, когда вот Бог, который вносит, он тебя не сможет ни спасти, ни поднять на руки, ни унести никуда, ни избавить тебя ни от чего, и ты при этом молишься. То есть вы объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли, Господь? И нет иного бога, кроме меня, бога праведного и спасающего, нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будьте спасены все концы земли, ибо я бог, и нет нового. Вот до этого он говорит о спасении Израиля, о вечном спасении Израиля. И мы видим при этом обращение и к народам. Нужно, чтобы Израиль это услышал и даже для церкви в первом веке, которая состояла по большей части из евреев, в деяниях до десятой главы, там одна еврейская церковь была. И мы видим, что евреев удивило, что Бог обращает язычников ко Христу. Причем не через иудаизм, а напрямую сразу через Христа. Не нужно проходить ги-юр, там обрезание или основы иудаизма усваивать для того, чтобы прийти ко Христу. Сразу, прямиком, там срезав все углы в десятой главе Деяния в тридцать четвертом стихе истинной познаю. Сегодня Петр говорит, я сегодня что-то новое узнаю для себя. И в его лице естественная церковь. Господь обращается ко всем, ко всем, ко всем концам земли, ко всем народам, говорят, что придите, обратитесь, будьте спасены все к концу земли, ибо я Бог, и нет иного. То есть, иного у вас пути по спасению, кроме как через Бога, избравшего Израиль, для любого народа. Просто нет других способов. И просто лгут те, кто говорят, что почти все боги же, они одинаковые, все религии почти об одном и том же говорят. И вчера буквально вечером с одной женщиной мы разговаривали в гостях у друга, и она сказала, ну ведь все религии практически об одном говорят, нет, 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 давайте мы разберем отношения к женщине, к детям, к семье, отношения к творению, к Богу, вообще требования рассмотрим к человеку, заповеди и так далее. Они очень сильно отличаются. И вы увидите, в частности, по отношению к женщине, да, статус, какой Иисус дает статус женщине в Царстве Божьем, да, и среди своих учеников, поднимая ее наравне с мужчинами. И вы посмотрите на любую другую религию мира, где либо статус женщины выше мужчины будет стоять, либо она будет стоять гораздо ниже и будет восприниматься как животное, как собственность человека. Вот это очень сильное отличие, только один маленький аспект всего большого, вот этого, как бы, так называемого, да, подобия в колочках, естественно, всех религий между собой. Господь говорит, да, кроме него нет иного спасающего Бога. то есть для буддистов, для индийцев каких-нибудь, для жителей Пакистана, для любого, любой исламской страны, для жителей языческих всяких там островов, которые до сих пор и живут там и не подозревают, да, как бы ни о чем, для Африки, для всех континентов есть один только Бог, один только Бог. И Он явил себя через своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы мерить на кресте, пролить кровь за каждого из нас, за каждую драгоценную человеческую душу, независимо от ее местонахождения и ее происхождения. Христос универсален, Он не привязывает человека к какому-то одному месту, к каким-то традициям. Он говорит, я путь истинной жизни во Христе. Спасение. Да, и ты можешь находиться хоть на краю земли, и тебе не надо бежать к какое-то определенное место, что там с Богом встретиться. Да, вспоминайте разговор Иисуса с женщиной у самарянского колодца, да, самарянка города Сихем или Сихарь в Новом Завете. Это четвертая глава, по-моему, Иоанна там говорится об этом. Мною клянусь, Бог говорит, мною самим клянусь, потому что выше, чем Бог, никого нет, и Бог самим собой клянется, поэтому об этом заговаривает автор послания евреям. Бог клялся самим собой. Мы клянемся чем-то высшим из себя, Бог не имеет никого высшего, и его поэтому клянется самим собой. из уст моих исходит праведность или правда, слово неизменное, неизменное, что предо мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить обо мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждовавшие против него. Очень хочется, чтобы это произошло, чтобы все пришли и примирились с Богом, и мы, как спаспешники, написаны, как помощники на земле Божьей, мы умоляем всех людей на земле, пожалуйста, придите, примиритесь с Богом. Он не гневается на вас, он хочет вас спасти, не желает смерти никому. Пожалуйста, приходите к нему. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. Пометьте для себя этот стих, потому что Господь оправдает Израиль, потому что это его дело, это его народ, его наследие, его собственность. И Господь говорит, да, что он спасет и оправдает и мало того еще и прославит все племя Израиля или потомков Авраама Исаака и Якова. Послание к филиппийцам 2 глава, это параллельное место и вот если мы видим, что Бог говорит в Исаии, как бы Бог Отец подразумевает, говорит, что передо мной преклонится всякое колено и все будут клясться мною, всякий язык, всякий народ будет именно Богом настоящим клясться, а не своими лже-богами. Прочтем во 2 главе филиппийцам апостолу Павла с 9 стиха во 2 главе Павел пишет, «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Маленькая пометочка для тех, кто все еще может быть сомневается в божественности, в божественной природе Христа, помимо его человеческой природы. Смотрите, берем Исайю в 45 главу последний стих и берем мы послание филиппийцам апостолу Павла в 2 главу сопоставляем они практически идентичны эти стихи. Один стих Бог говорит от первого лица в 45 главе Исаии, а другие стихи говорят о Христе. Совместите эти вещи воедино, вы поймете, что Иисус Христос действительно Бог и человек одновременно. Теперь справка из истории. Вот за то благодеяние, которое Кир царь персидский, будучи языческим царем, язычник по убеждениям, за то благодеяние к израильскому народу, к евреям, которое он оказал, вот угадайте, сколько лет после смерти Кира царя Персидского стояло его царство. Благословил ли Бог Персию за то, что сделал царь Кир? Предположите, сколько лет? Редкая империя в истории человечества могла бы похвастать таким долголетием. после смерти царя Кира Персидского в 530 году до Рождества Христова его империя постоит еще 200 лет. Это очень важная такая подробность из античной истории, потому что Бог даже язычникам оказывается верен и даже языческие государства благословляет. за то, что в какой-то момент своей истории этот народ языческий, это государство оказало добро евреям, израильскому народу. В Захарии 2 главе 8 стихе кратко прочту вам это один из последних малых пророков в Танахе или в Ветхом Завете мы читаем в Захарии 2 главе 8 стихе ибо так говорит Господь Саваоф для славы он послал меня к народам грабившим вас к Израилю Господь обращается ибо касающиеся вас то есть евреев касается зеницы ока его и вот я подниму руку мою на них и они сделаются добычей рабов своих то есть рабы которых они поработили евреи то есть поработят своих господ и тогда узнаете что Господь Саваоф послал меня еще раз касающиеся вас касается зеницы ока его ну хорошо что после войны Германия проиграв войну вторую мировую церковь принесла покаяние перед Израилем таким юным государством молодым принесла покаяние и мало того подтвердила это еще и делом восполняя убытки еврейских семей которые пострадали вот введя запрет на нацизм на распространение идеологии Гитлера и вообще нацистской Германии сейчас в настоящей Германии и вот совсем недавно прошла новость что ЦАХАУ или армия обороны Израиля проводили совместное учение с немецкими военными натовскими и как-то знаете это очень интересно перекликнулось потому что я историю Холокоста историю вообще рассеяние израильский народ изучаю углубленно и для меня как-то знаете как разрыв шаблона вот немцы говорят на немецком языке летают на их самолетах там были учения военных пилотов вот они значит прилетели в Израиль давай вместе там летать отрабатывать какие-то там совместные действия и удивительно было это все видеть каких-то вот несколько десятилетий спустя после ужасных событий когда 6 миллионов евреев были уничтожены евреев просто потому что весь израильский народ оказался перекрестье нацистской идеологии вот и еще раз напомню да что Бог благоволит к тем людям и к их потомкам к детям даже этих людей которые когда-то хоть чем-то оказали добро протянули руку помощи еврейскому народу в момент нужды Бог не забывает таких людей Бог не забывает их детей благословляет их хранит их мы читаем интересную историю исход когда повивальные бабки то есть акушерки египетские они врали царю фараона и выставляли дело так что будучи обязаны сообщать фараону и умерщвлять младенцев мальчиков новорожденных у еврейских женщин они оставляли их в живых а фараону врали и говорили что мы приходим к еврейской женщине она уже родила и спрятала ребенка но я не видела хотя сама принимала роды и за это бог благословлял их семьи благословлял их дома за то что они сохраняли еврейских детей истории очень много история очень поучительная и это одна из них и так бог называет царя Кира Персидского по имени за 200 лет до того как он совершит то что там написано то есть царь еще не родился бог называет его по имени это уникальнейшее событие уникальнейшее пророчество и бог благословляет этого царя благословляет его потомков сидящих на его престоле благословляет Персидскую империю вплоть до Александра Македонского Александра Великого который придет на смену Персидской империи 200 лет спустя после смерти царя Персидского Кира вот получительная история поэтому продолжайте молиться за Израиль продолжайте желать ему добра спасения и если у вас есть возможность помочь не вздирай на лица да но особенно если вы понимаете что евреи нуждаются в помощи а у нас в культуре к евреям отношения исторически сложилось негативное еврей превратился практически в нарицательное ругательство вот получается что в прицеле до наших насмешек шуток анекдотов оказываются евреи и есть конечно не самые лучшие примеры еврейского народа но господь обещает что те кто будут касаться евреев в негативном смысле да гнать их и уничтожать они будут тем самым тыкать пальцем в глаз божий вот ну бога им это не естественно не понравится и он сказал я приду и разберусь с теми кто это делает и наоборот благословляет господь благословляющих его поэтому давайте молиться надеюсь что для вас сегодняшнее занятие в 45 главе было интересно познавательным и поучительным вот пожалуйста углубляйтесь в божье слово самостоятельно тоже и спасибо что досмотрели до конца сколько смогли благослови господь нас благослови пожалуйста церковь тех кто ищет хочет найти еще не понимает покажи господь помоги понять молимся за израиль за то чтобы они обратились к иисусу христу мы знаем что это произойдет однажды произойдет в самых страшных и сложных обстоятельствах которых израиль никогда не видел в своей жизни в такой степени как это будет молимся чтобы ты помиловал твой народ чтобы многие смогли прийти к тебе и спастись до этого большого бедствия которое обещано и в ветхом завете и в новом завете в евангелиях и в книге откровения слава тебе за то что ты милостивый бог всезнающий заранее знающий все мы благодарим тебя за твое спасение за твою любовь благодарим тебя за этот день прожитый и молимся что ты даровал нам силы на завтрашний день и чтобы ты прославился в нашей жизни чтобы наша жизнь была отражением твоей любви во всем во имя Иисуса Христа аминь до встречи благословения вам аминь 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 и аминь и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!